Их отправили обратно, эти обращения. Суд даже не принял к рассмотрению коллективную жалобу от 37, по-моему, пользователей. Мы собрали доверенности и заявления, которые они подали в отношении Телеграмм Иисусского и просто даже не принял к рассмотрению. И это не к ниточке. Конечно, мы будем дальше идти в вышестоящие суды. И в дальнейшем, конечно, наша цель выходить и в ИСПЧ, и на какие-то международные площадки. И там уже коммуницированный ряд дел в отношении блокировок сайтов. И наше дело, и дело Агоры в отношении вот этих ковровых бомбардировок, но еще которые шли до Телеграмма, что задевали IP-блокировки, задевают вполне добропорядочные интернет-ресурсы. Это первый там был иск, уже коммуницированный ИСПЧ. И второй иск уже по конкретным сайтам, в том числе по нашему сайту. В свое время состоялось судебное решение. Анапский городской прокурор подал в СССР в 2016 году, да? Да, где-то, по-моему, в 2016 году, если не ошибаюсь. Да, что наша страничка инструментарий должна быть запрещена в России из-за того, что с помощью этих инструментов, по которым мы говорим, там VPN, торр, ананимайзеры, можно зайти на экстремистские, там даже была указана какая-то определенная книга экстремистская, там Абу, Хабиб какой-то, там вот с помощью этой нашей странички можно зайти на вот эту книгу почитать. Нас в итоге не заблокировали, мы были внесены в реестр запрещенных сайтов, но без блокировки, да. То есть, например, в таком же режиме до сих пор находится Википедия. Она внесена в реестр, если вы не знаете, еще в 2012 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова